Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами проведем ритуал, ритуал онлайн. Замужество дочери, удачное замужество дочери. И, конечно же, мы будем желать нашим дочерям богатых, хороших, щедрых женихов. Обращаться мы будем к матушке, матронушке. Вы видите, у меня для медитации икона, вот такая чудесная икона московской матронушки. А также вы видите у меня уникальная икона, которую, ну это редкая икона, рекона, икона Божьей Матери с Иисусом Христом. Я ее приобрела в Турции несколько лет назад. Очень интересная икона, очень интересный храм. Вот такой вот это в Стамбуле, из Стамбула я привезла эту иконочку. Действительно уникальная, такая очень-очень редкая икона. И сегодня я решила ее также положить для медитации. Итак, все, кто хочет выйти замуж, тоже этот ритуал подходит. Вы будете просить за себя. Но этот, в общем-то, ритуал направлен, целенаправлено. Я записываю для родителей, для матерей, кто желает добра своим деткам, своим доченькам. У меня тоже есть доченька. Конечно, она еще пока маленькая. Но все равно всегда нужно просить высшие силы о том, чтобы детки наши были счастливы. Вам нужно будет сейчас перед экраном поставить стакан воды. Можно рюмочку. Если это будет серебро, это прекрасно. Если же нет серебра, поставьте любой стакан с водой и положите серебряное изделие в стакан. Это может быть сережка, коречко, крестик, цепочка, ложка серебряная. Без разницы, что это будет. Ну, если вообще серебра нет, значит, просто стакан с водой поставьте. Но когда посеребренная вода, она работает лучше. Как вы знаете, любая жидкость, она принимает информацию в себя. И потом, конечно же, кто ее выпивает, тот, естественно, вот эту информацию принимает на себя. И желания все исполняются. Если жидкость в серебре, она напитывается ионами серебра, и она становится еще сильнее, еще мощнее. Чтобы вы понимали, почему именно посеребрение должно быть. Ионы серебря, они укрепляют водичку. Также для медитации, вы видите, я положила своих два колечка. Это кольцо помолвочное, вы видите, да, золотое, дорогое, хорошее. И обручальное кольцо, это золото, тоже бриллианты. То есть два достаточно дорогих золотых кольца с бриллиантами, да. Поэтому я хотела бы, чтобы эти кольца лежали для медитации, чтобы у ваших дочерей были не простые женихи, да, а женихи богатые. Чтобы щедрые были, внимательные, отзывчивые. Вот эти колечки, они также будут лежать для медитации. Вот сюда мы их положим, пусть они лежат. На столе у меня также браслеты, амулеты различные лежат для медитации. Кстати, кто захочет после ритуала, можете приобрести у меня вайбер, ватсап, телеграм. В описании к этому видео найдете. И можете эти амулеты, браслеты приобрести для себя, для своей дочки, чтобы удачно вышла замуж. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто уже налил стакан воды и поставил перед экраном. Кто-то сейчас напишет в чате, кто-то напишет в комментариях, кто смотрит в комментариях это видео. Да, и мы сейчас начнем работать. Вот такой отток. Вольты, вы видите, неоднократно с ними работаю. Сейчас у меня тема семьи, верности, замужества, приобретения женского счастья. И работа с вольтами просто идет превосходно, просто чудесным образом она проходит. Ну что же, все, кто хотел уже, приготовился, да, кто хочет выйти замуж, также можете ставить стакан воды, также просить московскую матронушку. И, конечно же, она вас услышит. Итак, готовимся. Я готовлюсь вместе с вами. Готовимся вместе с вами. Итак, оплата за этот ритуал лучше всего 777, да, если вы хотите, да, 777 рекомендуемая сумма. Это не обязательно, это желательно, а вы сами определяете ту сумму донатов, которую вы захотите перечислить за этот ритуал. Кстати, огромная благодарность за все ваши донатики, за ваше тепло, за ваше добро, за ваши приятные высказывания, за ваши приятные комментарии, пожелания. Девочки, мальчики, всем вам просто большое-большое огромное благодарю от меня за ваше приятное расположение. Ну что ж, ребятушки, вижу, плюсики уже пошли, и это замечательно. Руки-ноги раскрестите, снимите золото, все, украшения, украшения, колечки, браслетики. Можете вот так вот чашку руками держать, можете просто руки открыть, принимать информацию. Но ни в коем случае не закрывайте, не кладите вот таким образом руки. Принимайте информацию. Я могу положить, потому что я даю вам информацию, а вы ее принимаете. Ну что ж, ребята, я надеюсь, что все уже собрались. Слушайте меня внимательно. Блаженная старица Матрона Московская, защити мою дочь, называйте имя дочери, от замужества пагубного и подари ей избранника верного, богатого, щедрого, глазу приятного, ни женатого, ни гулящего, ни пьющего, на тяжелую руку не бьющего. Это будет воля твоя. Аминь. Блаженная старица Матрона Московская, защити мою дочь, называйте имя дочери, от замужества пагубного и подари ей избранника верного, богатого, щедрого, глазу приятного, ни женатого, ни гулящего, ни пьющего, на тяжелую руку не бьющего. Да будет воля твоя. Аминь. Блаженная старица Матрона Московская, защити мою дочь, называйте имя дочери, от замужества пагубного и подари ей избранника верного, богатого, щедрого, глазу приятного, ни женатого, ни гулящего, ни пьющего, на тяжелую руку не бьющего. Да будет воля твоя. Аминь. Блаженная старица Матрона Московская, защити мою дочь, называйте имя дочери, от замужества пагубного и подари ей избранника верного, богатого, щедрого, глазу приятного, ни женатого, ни гулящего, ни пьющего, на тяжелую руку не бьющего. Блаженная старица Матрона Московская, защити мою дочь, называйте имя дочери, от замужества пагубного и подари ей избранника верного, богатого, щедрого, глазу приятного, ни женатого, ни гулящего, ни пьющего, на тяжелую руку не бьющего. Да будет воля твоя. Аминь. Блаженная старица Матрона Московская, защити мою дочь, называйте имя дочери, от замужества пагубного и подари ей избранника верного, богатого, щедрого, глазу приятного, ни женатого, ни гулящего, ни пьющего, на тяжелую руку не бьющего. Да будет воля твоя. Аминь. Блаженная старица Матрона Московская, защити мою дочь, называйте имя дочери, от замужества пагубного и подари ей избранника верного, богатого, щедрого, глазу приятного, ни женатого, ни гулящего, ни пьющего, на тяжелую руку не бьющего. Да будет воля твоя. Аминь. Теперь я кину слова в чат, которые вы напишите. Слова, которые напишите в чате. Блаженная старица Матрона Московская, Подари дочери избранника верного, богатого, щедрого, глазу приятного, ни женатого, ни гулящего, ни пьющего, ни пьющего, на тяжелую руку не бьющего. Тогда будет воля твоя. Вода будет воля твоя. Аминь. Напишите семь раз, пожалуйста, в чате для своей дочери. Для своей дочери. Я пока что вам рассказываю дальше. Итак, водичку, которую мы с вами заряжали. Дайте дочери своей выпить. Поите дочку этой водой. Смотреть этот ритуал семь дней подряд. Если вы хотите привязать ритуал к Луне, можете привязать к растущей Луне. Но на самом деле Луна в данном случае не имеет никакого значения, потому что мы молимся, мы применяем молитву, мы применяем христианский эгрегор. А христианский эгрегор никак не привязан к Луне. Поэтому, кто работает по Луне, ради Бога, привязывайте тогда к растущей. Но на самом деле можете этот ритуал делать в любое время. Итак, семь дней подряд, семь месяцев подряд, по семь дней каждый месяц вы смотрите это видео. Если ваша дочка не выходит в течение семи месяцев, не находит в себе жениха, значит нужно смотреть, что не так. Может быть она недостаточно выросла. Потому что у меня вот была клиентка, дочери было по-моему 16 или даже 15 лет. И она говорит, ну как же так, все вокруг встречаются. Наверное на моей дочери какая-то порча, у нее нет мальчика. Я в шоке просто. Я говорю, подождите, у вас ребенок в каком классе учится? Ну там я не помню, или восьмой, или девятый класс. Я говорю, так она еще совсем маленькая. Какой замуж, какой же ей встречаться сейчас, если она такая маленькая еще. Ей надо учиться, ей надо образование получать. Понимаете, тут еще есть такое неадекватное видение матери, что как другие девочки с кем-то, с мальчиками встречаются, а вот дочка не встречается. Да зачем оно нужно в таком возрасте встречаться? Ну кто-то встречается, кто-то нет. Это такой возраст, когда нужно именно учиться детям, понимаете? Учиться, а не думать о том, что выскакивать замуж. Вообще организм, он созревает к 21 году. У девочек, у мальчиков к 25 годам. Но не торопите события. Я понимаю, что каждая мама хочет, чтобы девочка вышла удачно замуж. Понятное дело, если девочке, допустим, уже 30 лет, а она все в девках сидит. Но это уже другое дело. Но когда ребенку 15, 16, 17 лет, даже 18, это ничего страшного. Это еще только молодость. Нужно учиться, получать образование, знания, получать диплом, куда-то идти работать или развивать свой бизнес какой-то. Но не думать о том, что надо быстро выскочить замуж, сидеть за мужем, рожать детей. А потом мало ли где-то что-то, чего-то случается. А девочки потом остаются у разбитого корыта. Без образования, с детьми на руках, никуда, без опыта работы. Поэтому не нужно уж слишком сильно торопить какие-то события. Но если ваша дочка действительно уже в таком возрасте, когда уже получила образование, уже удачно она работает, все у нее прекрасно, жениха нет, тогда, конечно, нужно уже бить тревогу, звонить в колокола. И тогда уже работать над тем, чтобы, смотрите, отвалилось от женской, вот это вот одиночество. Отвалилось. Ура, девчоночки, мальчишечки, смотрите. Вот такое страшное. И вот она, буква О, видите, О. Одиночество с ногами убежало от женского вольта. Это прекрасно. Одиночество отвалилось на ваших глазах, значит, обязательно встретится мужчина. И самое интересное, посмотрите вот сюда. Вот, видите, две фигуры обнимаются. Кто видит, напишите. Вот одна голова, вот мужская, женская, изогнулась, и они обнимаются. Представляете, какая красота у нас с вами получается. Получается, прекрасно работают вольты, ребята. Я вас поздравляю. Теперь, смотрите, прямо на сердце похоже, да. Вы видите, такое сердечко здесь чудесное. Это здорово. Значит, чистки, значит, наши молитвы услышаны, и они пошли впрок. Если девочки вашей нет рядом, ну, например, девочка работает где-то в другом городе или учится, что делать с водой, берете, распечатываете фотографию вашей дочки, выбираете дерево. Это должно быть здоровое дерево, не сухое, а женского рода, да, женского рода. То есть это яблоня, слива, груша. Подходите, вот так наклоняете фотографию к дереву и выливаете воду на фотографию к цветущему дереву, чтобы по фотографии и в цвет, в роз пошли молитвы, понимаете. И так делаете каждый день. Тоже были вопросы. А каждый ли день наливать воду? Каждый день поить этой водой дочку или там что-то? Да, каждый день вы набираете воду, ставите перед экраном. Или даете ребенку своему выпить, либо же тогда по фотографии. Вот так. И еще раз напоминаю, заговоренные амулеты, браслеты, на замужество, на счастливую долю. Вы всегда можете у меня приобрести вайбер, ватсап, телеграм в описании к этому видео. Всех вас безумно люблю. Еще раз благодарю за ваши донатики в помощь каналу. Всех вас обожаю. Всем мира, добра и счастья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok